Всем добрый день, рада вас видеть на нашем канале. Меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер-методист компании Гильтек по профессиональной косметике. Я решила сделать для вас серию видео, посвященных защите кожи от солнца. Мы поговорим о фотозащите в целом, то есть кто нуждается в фотозащите, почему, разберем это в первом видео. В втором видео я хочу уделить внимание фотодерматозам, то есть патологиям, которые вызваны инсоляцией, и что делать, если этот фотодерматоз есть у пациента. И в третьем видео мы поговорим о таких распространенных патологиях, как роза-Ц, акне, цариаз и атопический дерматит в контексте защиты от солнца именно при наличии таких патологий. Начнем с того, кто вообще нуждается в фотозащите. Сразу спойлер, нуждаются в фотозащите все. Раньше считалось довольно-таки долгое время, что люди с темной кожей не нуждаются в защите от солнца. И действительно, чем ниже фототип, чем светлее кожа, тем больше риск повреждений ДНК и возникновения из-за этого онкологии. Но сейчас уже доказано, что, к сожалению, не только ожог вызывает какие-то проблемы, а, собственно, самый виновник, главный проблем более фатальных – это излучение типа А, которое влияет и на темную кожу, то есть фототип выше третьего. Причем фототипы с более темной кожей, они более склонны к гиперпигментации. И здесь как раз важно защищать кожу всех фототипов от солнца при помощи, например, фотозащитных средств. И мы дальше поговорим вообще, с помощью чего можно защищаться еще от солнца. А для чего нужна еще защита от солнца? В первую очередь, конечно же, это защита от каких-то проблем, связанных с повреждением ДНК и возникновением рака кожи. Также профилактика фотостарения, потому что ультрафиолет агрессивен, и он как раз вызывает изменения и дермиса, и дермы, которые мы видим визуально как проявление старения. Опять-таки, фотодерматозы, то есть болезни, индуцированные солнечным светом, нарушение пигментации и какие-то, например, кожные воспалительные заболевания, при которых тоже нежелательно избыточная инсоляция. Интересно, что в последнее время есть довольно-таки много уже исследований на тему влияния видимого света. И здесь как раз люди с светлой кожей, склонной к аритеме, а также, например, люди, наоборот, с темной кожей, склонной к гиперпигментации, так называемая меланокомпетентная кожа, они влиянию видимого света подвержены наиболее. То есть, когда видимый свет вместе с UVA-облучением, да, то есть с ультрафиолетом типа А совместно особенно воздействует на кожу, то у таких людей больше риск развития гиперпигментации, какой-то ненавномерной пигментации, а также развития эритемы. Что важно? Фотозащиту каким образом мы можем осуществить? Естественно, в первую очередь на ум приходит крем с ультрафиолетовыми фильтрами. Вы прекрасно знаете, что есть и органические фильтры, и неорганические фильтры, то есть физические. Органические работают, переводя световую энергию ультрафиолета в тепловую, защищая таким образом нашу кожу. Неорганические фильтры, то есть физические фильтры, собственно, как зеркало отражают эти ультрафиолетовые лучи от поверхности кожи. Всегда крем содержит чаще всего комбинацию этих фильтров, иногда бывают чисто органические фильтры, то есть химические фильтры в составе, Иногда бывают средства, которые называются минеральными экранами, в которых, например, нет химических фильтров, есть только минеральная основа, то есть диоксид цитана или оксид цинка. Доза крема, это как бы считается, что достаточное количество, это примерно 2 мг на квадратный сантиметр. Надо сказать, что современные ультрафиолетовые фильтры, они все-таки чуть меньшую дозировку предполагают, можно наносить, грубо говоря, не чайную ложку, а меньше, чем чайную ложку, на лицо защиты будет достаточная. Если некомфортно наносить сразу большое количество, просто можно нанести 2 слоя, то есть вы наносите сначала один, он впитывается, вы наносите следующий. Более того, считается, что если вы этот второй слой нанесете даже не сразу, а в течение часа после нанесения первого, то такое покрытие солнцезащитным средством будет вполне достаточно. Как еще защищаться мы можем от ультрафиолета? То есть это, в первую очередь, защитная одежда, причем одежда должна действительно защищать от солнца. Настоящая защитная одежда, она, как правило, полиэстер, то есть нелюбимый нами. То есть хлопок, он, конечно, защищает в некоторой степени от солнца, но не так хорошо, как специальная одежда, которая, например, используется спортсменами, серферами и так далее. Также это обязательно солнцезащитные очки, причем, когда инсоляция активная, даже быть довольно-таки крупными. Желательно, чтобы они были, например, с поляризацией, это лучше. И головные уборы с широкими полями, потому что недостаточно только намазки кремом, особенно при склонности пигментации, можно все равно ее получить, если не использовать вот эти дополнительные способы защиты. Еще один в заключении важный момент я хотела бы озвучить, то, что на самом деле самые как бы вредные последствия от солнечного излучения – это образование так называемых вот этих вот димеров, циклобутан-перимедина, которые как раз влияют на возникновение мутаций, то есть которые приводят в результате, например, к меланоме. И в меланоцитах образуются эти димеры под воздействием ультрафиолетов и раньше считалось, и измеряли количество вот этих СПД димеров сразу после изучения, то есть после облучения человека облучили ультрафиолетом, да, измерили. И, исходя из этого, рассчитывали, например, эффективность каких-то солнцезащитных средств и так далее. И вообще следили, как бы, как происходит изменение на коже, да, после облучения. Но сейчас, опять-таки, есть исследования, которые доказывают, что вот эти димеры, они продолжают образовываться в коже спустя и 2, и 3 часа после облучения. Поэтому их и спустя это время надо, по идее, измерять, чтобы посмотреть, например, достаточно ли эффективно защищает средства. Как раз с вот этими СПД, с димерами циклопутаноперамидина, с ними активно борются антиоксиданты. Доказано, что если, например, человек использует какие-то антиоксиданты дополнительно к СПФ или в средстве с СПФ есть антиоксиданты, здесь эффект будет гораздо лучше, потому что не будет в таком количестве, например, образовываться вот эти СПД. Еще такой интересный момент. Меланоциты, которые уже пигментированы, да, в которых есть меланин, они наиболее подвержены к тому, что в них будут образовываться, собственно, вот эти вот СПД, то есть димеры. Тут надо понять одно, что защита антиоксидантами, то есть использование их, например, в косметике хотя бы, помогает нам предотвратить в некоторой степени, насколько это возможно, какие-то канцерогенные процессы. Сделаем вывод, да, что защищаться надо от солнца всем. Например, если кожа темная, хорошо работают текстуры прозрачные. У нас сейчас как раз разработка ведется и скоро, я думаю, выйдет интересный очень продукт, крем с СПФ, который имеет необычную текстуру. Он прозрачный, он невидимый, как вуаль, но при этом имеет степень защиты достаточную 30. Как раз люди, например, с более темной кожи, которым не нравится выбеливающий эффект обычных кремов с СПФ, они его по достоинству оценят. Ну, а остальные оценят его за то, что там в составе есть и ультрафиолетовые фильтры, и антиоксидант, альфлипоевая кислота, и комфортное нанесение его тоже, скорее всего, оценят. И он еще прекрасно будет работать, как праймер под макияж. Но пока больше спойлерить не буду. Вот на этом я сегодняшнее видео хотела закончить. Если у вас будут вопросы какие-то касательно фотозащиты или вы хотите поделиться своим опытом, то буду очень признательна за комментарий под видео. Если видео вам понравилось, поставьте лайк, если нет, поставьте дизлайк. Вот, и до новых встреч!